Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 8 марта 2020 года. Вот сделала перерыв в фильмах, в выпуске, но не просто перерыв. У меня идёт большая исследовательская работа по подготовке трёх фильмов, даже больше, по альтернативной истории и по поправкам в Конституцию, и по кроличьей норе. А пока я предлагаю вам продолжение крымской темы. Это будет интересно тем, кто собирается на полуостров этим летом. В прошлом году я делала исследовательский фильм «Аккая, белая гора, чёрная. Столица Скифия». Это не я придумала, это археологи пишут в официальных источниках, что на горе Аккая был мегаполис, но якобы очень-очень давно в глубокой древности. А сама гора типа природная. Я доказала, что гора рукотворная, и часть её, по-видимому, вот та самая белая скала, про которую все пишут, которую показывают на картинках, это взлётно-посадочные полосы этого огромного мегаполиса. То, что ещё при Екатерине Второй там была жизнь, свидетельствует, что там был подписан мирный договор. И там же стоял военный лагерь Суворова. То есть если бы там было, как сейчас, пустыня, то зачем на ней что-то подписывать в пустыне-то? Очень многое не вошло в первый фильм. Не только то, что осталось от столицы Скифия, но и разговоры с местными жителями. Я расспрашивала и в 2015, и в 2017, и в 2018 мы даже познакомились с одним гостеприимным человеком Григорием. И он нам и дом родовой показал, и много чего поведал. Это будет в этом фильме чуть позже. Суть в том, что русские себя помнят с незапамятных времён, как коренные, что они здесь живут. То есть они помнят, по крайней мере, вот как бы дальность такую помнят. А интервью дадите? Нет, вы здесь как долго живёте? Что это за место? Что это за речка? Это Креница называется. Это речка Карасовка. Карасовка, Карасовка, все русские названия, в принципе, да? Нет, Карасовка, а на Кальке Карасовка. А вообще на Карасовка, да. То есть вы здесь местные жители, да? А вот это вот гора, что про неё скажете? Это белая села, вот это самое. Да, сейчас я её сниму. А вы здесь давно живёте? Что давно-давно они здесь живут. Однако, когда я уточняла, выяснилось, что самые дальние воспоминания уходят в конец 19 века. Но это как у большинства наших сограждан. А кто здесь раньше жил, не знаете вообще? Места, да, кто здесь жил? Так она и есть, да, в дальнейшем деревне? Аккая, да, Аккая. Аккая – это татарское название Белой горы, правильно? Белой горы, да. Здесь раньше был проход. Это вот там, около шпиля. Там раньше Екатерина проплывала. Ладно, вы извините меня. Очень интересно, продолжайте. Екатерина проплывала. Она, это её шёлковый путь был. Ну вы вообще историю читали? Вы знаете, вот только начинаю изучать, и она здесь такая многословная история, потому что сейчас новые вещи археологически открываются. И она немножечко у нас переврата, русская история. То есть нам здесь говорят, что здесь русские как бы только недавно живут, вот с Екатерины. Они здесь, оказывается, жили до греков в Крыму. И вот эти, и вот это скифские, похоже, вот эти вот тоже… Надо скифские, да. Да. Вот. И там могут быть и надписи, и наскальные рисунки. То есть здесь вот какая-то цивилизация была. Почему я и спрашиваю, что, может быть, знаете, хоть какие-то осколочки? А вы так сильно интересуетесь, да, эти цивилизации? Очень. Крымом особенно. Ну вот я вам посоветую. Если вы такие интересованы, заинтересованы. Да. Ну надо в конец проехать, где роскошь и ведутся. Вот возьмите от того края или от этого и пройдите по скалам. То есть пройти там. Ну, может быть, пешком не на машине. Григорий, по крайней мере, говорил, что дом его основал, родовой дом, построил его прадед, именно как раз вот на рубеже конца 19 века, начала 20-го. Многие старые дома крыты глиняной черепицей определенного вида, продолговатой такой. Она, может, и не очень древняя, но и не позднее, конца 19 века. Григорий дал нам несколько штук на память. У подножия скалы снимались все кадры советских фильмов, где нужно было снять, ну, как бы Америку. Америку начало ее освоение. И всадник без головы снимался, и деловые люди. На горе несколько раскопов небольших. Если соберетесь в Крым, то обязательно наведайтесь в этот погибший огромный город. А пока я предлагаю вам видеосюжеты с этого места, располагайтесь поудобнее и почувствуйте атмосферу этого мегаполиса, этой Белой скалы и ее трагическую тайну. А вон там грот. Теленок. Ой, здесь сколько теленок. Они тут приходят на водопой. Не бойтесь, не бойтесь. Она писана. Телята. Такое ощущение, что он все равно какой-то искусственный. Ну почему? Вот этот сладкий? Да, вот тот подрезанный. Как будто он подрезанный. Вот этот. Распрятались штук пять. Грубки не там саяли. Они там саяли. Так, здесь такая сухая грязь. Здесь завалено камнями. Вообще-то, вообще-то, стрёмная штука. Недалеко от горы есть город Белогорск. Ну, понятно, да, Белая гора, Белогорск. Конечно же, все русское затирается и в названиях, поэтому русское слово «кара» называют исключительно тюркским. Но я отсчётно пыталась найти истоки, а вот по-русски «ка» – это чёрное, «ра» – это свет. «Кара» – чёрный свет. Эту расшифровку я давала в своих фильмах «Анна Каренина» или «О чём умолчал классик». Так вот, в городе Белогорск есть речка Карасу. В Википедии так и пишут, что перевод с тюркского звучит как «чёрная вода». Где здесь тюркский язык? «Кара» – это чёрный свет, чёрное, а «су» – это воля, управляющая. В санскрит «сура» – это божество, «су» – это управляющая воля. Где-то ещё как вода. Ну, тогда «кара» – «су» – это чёрная вода. «Кара» – «су» может быть переведено как «чёрный бог», если «су» – это воля или «сура» – божество. Где здесь тюркский язык? Да, ещё греки, которые жиреки, жирецы, называли город Пелогорск Маврон, Кастрон, чёрный замок. Опять же, что-то зловещее. Моя версия, что города подвергались ядерной бомбардировке, а впоследствии их засыпали жидкой глиной или грязью для дезактивации, подтверждается и на городе Белогорске. Он также засыпан. Хотя рядом местность, там не видно этого засыпа. А город засыпан. То есть дома имеют вот эти засыпанные этажи. Ещё Вики нам говорит, что город Белогорск, так и называли «Карасу» – чёрный бог. Получается, чёрный замок. Лишь подтверждение моей версии. А ещё называли «Карасу-базар», и что якобы здесь был самый крупный невольничий рынок. Итак, историки лживые нам упорно навязывают то, что вот, мол, сплошное рабовладение было. Нет, господа, рабовладение может быть только у захватчиков-паразитов. И вот когда некие боги чёрные припёрлись из своих чёрных дыр, повылазили на нашу планету в районе где-то XVI века и стали разорять города, убивать людей, брать в плен, продавать их как рабов, всякие беспределы чинить над людьми. Вот и появляются такие названия в народе. От этого и рынки появились, и «Карасу-базары». Опять же, разберём слово «базар», которое закрепили, внушили, что это тюркское слово. Ну, правда, да? Вот все знают, что это тюркское слово. Изначально русское слово «торг» обозначало сравнительно солидное и спокойное мероприятие по купле-продаже различных товаров. Но, познакомившись куда более буйными пёстрыми рынками востока, русские предпочли более адекватное для этого тюркское слово. Значит, всё-таки русские этот выбор сделали. Вот так вот. А давайте просто разберёмся. «Базар». Что здесь мы слышим? «База-ара». «Ар» – арийцев. Сегодня в альтернативной среде опять же внушено, что «ари» – это древние предки славян. В принципе, генеалогия – это говорят. Клёсов тот же самый называет, что «эра-1а» – это арии, которые были до славян. Может и так. Может, была подмена понятий. Я придерживаюсь версии единственного исследователя канала «Круг жизни», который разоблачает богов и ариев, как именно захватчиков, тех, кто творил здесь всякие бесчинства. Почему и Гитлер это продвигал? Помните, у Юлиана Семёнова про Штирлица досье в гестапо «Истинный ариец». То есть Гитлер продвигал свою национальную идею как истинных арийцев. И что они тут творили, эти истинные арийцы? Мы же не можем к этому отнестись благожелательно и перевернуть всё и сказать, что это какие-то наши древние предки. Разве у нас такие были предки? Итак, смысл слова «базар» – это гвалт, ругань. Поэтому есть понятие как «птичий базар». Кстати, вот подобрала фотку из интернета. И здесь птицы, они на мегалитической стене сидят. Вот как интересно. Или такое словосочетание, как «базарная баба» – это женщина, которая ругача и скандальна. Ну, всем же известны эти слова. Слово «базарить» опять же. Хватит базарить. То есть хватит ругаться, спорить. Разбазаривать, разбрасывать, раскидывать, портить. Базар – базаар. Ариев. И это всё было недавно, поэтому и смысл дошёл. Но захватчики перевернули. Они перевернули нам язык. Они многие смысловые формы перевернули. У славян разделение народов, чтобы разделять это всё, чтобы разделить один большой народ и сделать каждому свой язык. Ещё смысл переставить. Чтобы запутать нас, последующее поколение. Чтобы мы не нашли их за этими путанками. А мы нашли. Значит, город сегодня Белогорск. Нёс чёрную славу в своём названии. Откуда там невольники? Не со столицы Лискифи, а Каи, как она называлась? А как она называлась до этого, пока неизвестно. Опять же, греки называют его Маврон Кастрон. Это я всё из Википедии беру. Ага, греки же реки. Ну, Маврон. Ну, читаем по-русски. Маврон, Кастрон. Ка-строн. Маврон, он, чёрный. Строн, бог, трон. Трон, опять же, со жиреческого. Богато деланное кресло на специальном возвышении, как место монарха во время торжественных церемоний. Вот с этой стороны. А ещё, если взять целое слово и посмотреть, что он означает, что нам, так сказать, этимология говорит. Опять же, со жиреческого, греческого, псевдогреческого, Кастрон дословно, крепость. Обычное название любого города, нередко встречающееся в византийских источниках, написанных по-гречески. Иногда сочеталось со словом полис, полис мата, город, как синоним Кастрона. Кстати, хорошее слово полис мата, город матери, матери, мара, мать-ра. Тут всё замешано на них, на этих богах, и всё это сохранилось в этимологии. Нам наши предки это передали, они смогли это передать, они смогли зашифровать это. И так, чтобы нам было понятно сегодня. Итак, прежде город Белогорск назывался по-русски Карасу-базар, то есть чёрная база-ар, или Марон-Кастрон, чёрный он, крепость, и река, чёрная вода, всё чёрное, хотя город был изначально белый. Такой он и сейчас, Белогорск. Мавр, он крепость, чёрная крепость. Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить. Значит, там всё-таки были люди, похожие на Мавров, или это и были Мавры, или кто это ещё был, но до нас дошло именно это слово, Мавры, чёрные. Так, вон там, вдалеке, объединился один вал. По всей видимости, крепости сохранился фрагмент. Метров 50, по крайней мере, визуально. Вот здесь ещё какие-то валы. Вот однозначно это под ними постройки. Что-то здесь есть, какая-то археология. И вот она. Башня, фрагмент. Сейчас я к ней подойду. Вот она, наша башня. Уже завалена. Она была глубже. Вот она как бы забетонирована. Какой у неё объём? У неё диаметр, диаметр метров 10. Нет, не 10. Ну, 10, 6 есть. 6 точно есть. Если не 7. Как дом наш. Ну, да. Они вот выспали все камни. Вот её оштукатуривали. Камень это обычный. Вообще вот. Внизу там, если он пиленный камень, то здесь стены они... Пиленный камень новый. Подстроенный. Да, он подстроенный. Вот старый камень, да. А это просто прокурщик. Реставрируем. Мне такое ощущение, что она была больше сохранена. Стена у неё. Может быть, один какой-то выбрался. Мне такое ощущение, что она была глубже. Туда можно было вот... Они засыпаны. Нет. Здесь один камень выскочил. С этой сбоку. Здесь засыпанный вход. Три года здесь ничего не было. Камусы старой крепости. Вот так она. Стена. Это её холм, который сейчас есть засыпан. Фрагменты. Была она ещё выше. Сколько метров, трудно сказать. Здесь глубь ещё метра 4 есть. В принципе, он был визуально вот в 2015 году виден. Сейчас это всё завалено. Я иду сейчас по синей этой башне вокруг. Из камня на вылазной здесь всё зарасываю. И здесь заболелось, засыпало, возможно, вот эти холмики. Под ними ещё тоже есть какая-то архитектура. И вон там дальше вот эти холмы. Визуально как бы круглые. А дальше там, в ту сторону, есть царские курганы. По нему идёт дорога отчасти. Здесь тоже, видимо, стена была. Вон там какой-то фрагмент, кусок. Так, вот там стена просматривается. Ну, может быть, она была более поздняя, трудно сказать. Но вот эти камни, сквозь них, может быть, здесь прокладывалась труба какая-то для воды, возможно. Вот растёкшийся камень. Где-то потом. Вот ещё стена. Ну, явно это населенность. Просто из бутылок у меня. И вот сверху вот этот слой засыпало, залило. Там тоже просматривалось фрагмент стены. Пустоты. Может быть, ещё стена была. Вот так. Вот она так вся идёт там, закопанная. И дальше она переходит вот в типом свинья. Вот это я. А это верно. Как-то в холмом забралось. Но здесь тоже всё. Вот это мое подозрительное. И вот здесь вот эта площадка залита вот этим камнем. Как бы заливка так вот, как у нас асфальт, он заливает. То ли он плавился, растекался таким образом от какой-то большой температуры. Здесь похуже что-то стояло. И вот это всё растеклось вокруг. Тут и следы нашей современности советской. Какая-то щелая. Или это они просто накидали. Но толщина мощной стены. Слишком ровно. Нет, это стена. Вишеная – это небольшой участок раскопок внизу горы Акая. Получается, что стояла башня или две башни по бокам дороги, которая вела в огромный город. Но вот дорога, она сейчас сохранилась, потому что в советское время там были какие-то постройки. Многие постройки стоят на старых вот этих древних фундаментах, на старых древних стенах. И в Крыму в том числе. Многие стены разбирались под постройки. Многие камни. Поэтому очень мало что сохранилось. Но тем не менее, всё равно остались следы. И получается, что эта дорога вела в огромный город. Это то, о чём я говорила в первой части. Внизу город был разрушен и залит грязью. Ну, где-то вот толщиной от метра до двух и более. На этих раскопках находились скелеты, расположенные как попало. Я тоже об этом говорила в первой части. Правда, археологи говорили, что это ритуальное захоронение. На самом деле, они там были вывороченными с костями. И понятно, что это просто погибшие люди. Что их вот… Так вот застала их смерть. На самом верху горы Акаи тоже есть небольшой раскоп. Городище, как его называют. Он расположен у основания того, что я назвала взлётно-посадочной полосой, которая сама состоит из огромных мегалитов. И видно это, в принципе, вот если, во-первых, в определённое время смотреть. Потому что так вот взгляд соскальзывает, они остаются как бы в тени. И только если приглядываться, можно заметить эту кладку. Поэтому, в общем-то, её и выдают за природное явление. Хотя видно, что это не природное явление. Это такой же мегалитический комплекс, который есть по всему миру. Это один из фрагментов такого комплекса, той вот цивилизации глобальной. Может быть, великанов. Сегодня я убеждена, что это огромный уничтоженный город. Да и расшифровка соседнего Белогорска, что мы только что поняли, говорит о том, что произошла какая-то глобальная катастрофа с жителями города. Сейчас это почти пустыня. Ну, практически пустыня. А ведь здесь была и буйная растительность, и реки секли, и звери тут были тропические. Об этом говорят сами археологи. Правда, они это всё отодвигают в глубокую древность. Но они же и говорят, что мегаполис на Кае горел глобально несколько раз. То есть тем самым подтверждают следы катастроф. Ну, пусть хотя бы так. Кае горел глобально несколько раз. Кае горел глобально несколько раз. Откуда вот вы её брали? Ну, не вы, а откуда её? Есть у нас старые домашние были ещё, постройки те. Она же татарская черепица вот эта, да, на Крыму? А вам что, она нужна? Нет. Нам просто интересно её происхождение, потому что мы были в других местах, вот допустим... На раскопках. Очень старые, на раскопках, да? Там такая же черепица у них была. Там такая же черепица на раскопках. Это не может быть вот с того... Ну вот, пойдёмте, я покажу вам черепицу. Вот старый дом, это же родительский, я здесь родился, я в Белогорске живу. И она так и была уже? Ну, так она и была. Вот у меня сложена. Я просто старый дом был, сняли и шифером накрыли. Нет, я просто знаю, что она тяжёлая. Для неё не очень неудобно, допустим, скрапили с тем, она тяжёлая сама по себе. Ну, как же... Значит, откуда-то её брали? Ну, её делали. Раньше делали, с глины выжигали. Ну, я вам могу дать, вот придёте, две, три, сколько, возьмите и покажете, кому надо. Да не ругайся ты, не ругайся. Можно, да? В Москве, в Москве, в Москве, в Калуге, везде, по Крыму. Проходите, я покажу вам черепицу. А это всё старый дом, да? Да, вот у меня здесь сарай. Вот это старый дом, он был аж туда длины. А с какого он года примерно? Ну, кто его строил? Это мой прадед. Прадед строил? Да нет. Прадед. Ну, как вам показать? Он же выложил, это ж, вот, колыба. Да не на, он такой, вот он, колыба, смотрите. Вот колыб, видите? Старый. Он сложен колыб, и там внизу всё. А, колыб вы называете? Колыбы. Колыбы. Колыбы, тогда вложили это самое, солому и глину мешали. Ага, ага. Есть даже и без спа такие, колыб. Ну, вот мы сняли, чтобы этот не валять. Вот половина наша туда было, тут завалили. Аж туда дом был. Вон туда, да? Да. А здесь вот он, смотрите. Григорий оказался очень гостеприимным человеком, общительным. Он нам показал и черепицу, и всё рассказал. И подарил нам вот две штуки, мы взяли с собой домой, в Москву. Сейчас я вам покажу, как она выглядит в реальности, как она тяжёлая. Вот она, черепица, которую нам Григорий подаёт с обратной стороны. Сознаем, что она очень тяжёлая. Вот так она выглядит снаружи. Вот так вот как-то. Настоящий зингер, да вообще. Ну, зингер уже, да. И у неё в Симферополе другая есть ещё, тоже зингер. Класс. Да, это зингер. Вот она вся, как и кашина. А это кто у вас, тоже родня, да? Это я, это брат старший. Это сестра. Это мы. Это вы, да? Я говорю, что по вам немцы не проходили? Известно. Немцы были во время войны. Ну, я имею в виду. Да. В основном румыне. Я потому что я хотел спросить, думаю, всё осталось? Немцы проходили, румыны здесь были в основном. Ну да, ну пусть. Румыны, даже жили у бабки вот здесь. Румын был, говорит, никого не пускал вообще. Кто придёт, он сразу выгонял. Понимал. А здесь жил ещё румын, да? Нет. Нет, не в этом. Про войну, говорю. Про войну стояли. Про войну стояли, да. Про войну стояли, да. Румыне стояли, не немцы. Понятно. Это в Белогорске немцы были. А так румыне здесь были. Знаете, в этом есть что-то такое трогательное, что-то такое, ну, чувство благодарности безмирное, когда попадаешь в такой дом, где люди сохранили память, сохранили этот дом, они его не стали делить, они его оставили так, как в нём жили их родители. Это настолько трогательно, это настолько замечательно. Вот тут стояла койка ещё, ну, оставили. И кровать ещё осталась. Конечно, всё, кровать ещё. А вы на зиму вторые окна вставляете какие-то? А? На зиму вторые окна не вставляете? А зачем? А тогда раньше делали. Да, да, да. А потом, он говорит, зачем? А вот это кто сделал такую красоту? У вас? Ну, тоже делали. Григорий нам показал и весь свой сад, и угостил нас фруктами, как раз персики были, и ещё там что-то было, и огурцы, и всё, и цветы там, всё там, он с такой добротой, с такой душевностью. У нас осталось просто настолько приятные ощущения были. Мы с таким отличным настроением в этот день приехали к себе вот в гостиницу. Огромное благодарность. И Шархан уже успокоился, смирился и провожал нас с улыбкой на лице. Жарко, жарко, очень жарко. Жарко, хороший, хороший. Видишь, он отпускает, он хочет купаться в воду. Шархан, да, молодец, ты хорошо работаешь, да, ты служишь, да, молодец, молодец. Так у меня на самом беду лежат. Хороший. Вот такие прекрасные виды открываются у подножия белой скалы, рукотворная скала, город, столица Скифия. Сейчас мёртвый город, уничтоженный. С конца 19 века здесь заселились русские люди, русской деревни, поселения. Хотя все живут очень мирно и с татарами, и с другими национальностями. Всё хорошо у людей, если никто не вмешивается в эту жизнь специально. Мы вернулись к подножию горы, к речке, которая там течёт, чистейшая, просто вот вода. Помыли фрукты в дорогу и поехали. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Если летом планируете отпуск и в Крым, рекомендую вам посетить это великолепнейшее, уникальнейшее место. Это столицу Скифии. Ак-Каюн. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. Сегодня 8 марта. И традиционно я всё-таки желаю всем нашим женщинам быть красивыми, быть добрыми, милыми, замечательными. И помощниками, и соратниками наших мужчин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok